Престаньте заниматься популизмом. Мы попросили вас поддержать, нас не голосовать за пенсионные законы. Почему вы не проголосовали? А теперь говорите, не за что жить. Я понимаю, я ответил. Значит, я бы вам давал молоко за вредность. Мы не предлагаем местность, мы не предлагали. Я ответил. Владимир Борисович, у понедельник мы голосовали за целый ряд законопроектов, которые дают возможность получать кредит Международного валютного фонда. Александра дорикает мне, что мы голосовали за пенсионный закон. Да, голосовали. Так а что же вы спросите, почему у него нет денег? Я ответил, почему. Потому что пенсионный закон, благодаря поправке Радикальной партии, которую поддерживал Блок Порошенко, поддержали другие фракции. Мы отказали специальный режим на рахование пенсии для чиновников. Мы забрали пенсию прокурору. Но на суд, мы забрали чиновников. Мы у понедельника. Александр, Александр, не забрали, это неправда. У тебя забрали пенсию. У тебя забрали. Люди добрые, Люди добрые, Александра каже доярок. Неправда, у Александры забрали пенсию. У ней, как у депутата, пенсия была 15 тысяч гривен. Теперь она ее не отримет. То она не обращена с законом. У вас забрали пенсию. Мы предложили с этого законопроекта, дайте им что-то выиграть. Мы предложили с этого законопроекта, я должна ответить. Мы предложили с этого законопроекта убрать две нормы. Извините, ради бога. Первая норма, что не брать 15% с пенсии работающих пенсионеров. Потому что человек, получающий, хотя бы ограничить двумя зарплатами минимальными. То есть 2 500, не брать 15%. Подожди, люди, а у них бабушка и девушки. А эти люди пенсионеры ее занимают. И второй пункт, чтобы не повышать. Молодые люди, дорогие мои, этим законам перестаньте перебивать. Перестаньте перебивать. Семь и семь, перестаньте кричать. 70 миллионов пенсионеров за мобильниками. Выбачьте, миллион людей, которые мы заплатили за 20 тысяч гривен пенсии, могла бы уже и вы почистить. Хватит працювать. Хватит працювать. А теперь по поводу пенсии депутатов, судей и так далее. Абсолютно правильная норма. Мало того, мы проголосовали, что в мае месяце мы все отменим спецпенсии. Но лукавство господина Ляшков то, что из 46 депутатов-пенсионеров не получать будет пенсию 6 человек, потому что военную пенсию всем оставили. Хватит лукавить. Вы знаете, когда мы обговорили пенсийное законодательство, вы знаете, что паня Кужинь наиболее хвилювала? Вона два дни за мною ходила и просила. Я прийду, чтобы депутатам залишили пенсию. Вот что Саша хвилювала. Нет, это правда, ты просила, Саша, ты просила.